всем салют мышь отвеч x7 мыши месяцев 7 как вы видите уже здесь значит на провод в оплетке оплетка слезла просто вот облезла взяла вся вот некрасиво было очень и сейчас в такой дедушкиной изоленте но суть не в этом левая кнопка мыши начала делать 2 начала делать двойной щелчок то есть нажимаешь один раз она делает два микрик нужно менять это впервые у меня такое чтобы за полгода x7 просто напросто вот вот так вот взяла и и приказал долго жить но инструмент у нас собственно все те же так значит 22 винтика один здесь здесь он под пленка этой то есть бумажкой и то есть раскрывая мышь мы теряем на нее всю гарантию но так как в принципе в принципе мне на это все равно потому как менять ее по гарантии никто не будет из-за двойного нажатия на кнопку и мне по деньгам добираться чтобы ее заменить по гарантии выйдет можно сказать что новую мышку можно будет купить поэтому я просто просто разбираю и заменяю микрик так ну да ладно посмотрим посмотрим как оно тут все пойдет разбираться туда или хорошо кстати вот софт тач кто любит пластик этот но на мыше вот видите вытерлся и вот этот софт тач стал вообще какой-то очень очень не очень за последнее время как мне кажется поэтому поэтому его не люблю так вот снимаем верхушку смотрим тут ничего больше нам не мешает дороге нет во что что тогда не снимаешься ну и все и сняли грузик 18 грамм сняли сняли здесь значит разъемчик отключаем сторону так что здесь за ревизия такая так ревизия 2008 года 10 0 6 версия 0 0 1 какие-то полосы начали бежать по экрану сейчас я кажется понял от чего это сейчас я включу другое освещение минуточку что-то с фокусом на и стала тогда обратите внимание какая-то надпись лб и эй на мышке нарисована маркером вот ниже ниже оптики видно да не знаю что она означает но так интересно а ревизия нижней платы 1 0 7 до такие вот казусы у их седьмых видим несколько перемычек на дому сейчас мы разберем и увидим гораздо больше перемычек нам нужно заменить вот этот вот микрик а нет вот этот вот а хотя нет нет вот этот все правильно потому что верхний микрик вот это у нас нажатие дополнительная клавиша это вот оранжевая которая а это просто левая кнопка мыши так пока в сторону в роли донора у нас будет выступать все тот же тот же крафтвей и микрик микрик я возьму многие поняли уже откуда да то есть брать его родной левый микрик на бессмысленно потому что он здесь тоже убиты брать правый микрик тоже не очень интересно поэтому мы возьмем микрик с колеса тот который менее всего использовался где где-то и он здесь самый живой то же самое если у вас нету микрика да и вам нужно заменить то можете просто выпаять микрик с колеса у мышки и займите его на левую кнопку микрика да а тот естественно назад туда впаять на колесо мы все-таки не так часто нажимаем и это будет не критично настолько так ну поехали опять нет оплетки что просто все это делается с спонтанно то есть я вообще не не готовился я сидел читал и нажимая на линке меня просто надоело что нажимается два раза два раза на кнопку так нужно подцепить чем то просто немножечко можно не цеплять просто так немножечко удобнее будет ее и и вытащить я тяну потихонечку и тут же отпаивает отпаивает паивает паивает губка губка где-то там лежит выпадает уже шатается как молочный зуб все микрик у нас здесь все пусто фокус 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 ниже может здесь все пусто микрик в руке так вот он выглядит поддуем ну вот и теперь переходим к логитеку значит прежде всего нам нужно добраться до этого микрика для этого придется придется дальше разобрать всю эту конструкцию значит чтобы снять верхнюю часть необходимо отогнуть вот этот диод так где-то ты в кадре вот видно вот этот верхняя часть это отдельно блок с двумя клавишами ну что что да вот этот белый диод нам нужно отогнуть сейчас будет так вот назад немножечко это диод который показывает режим мышки сколько dpi на ней находится так откручиваем бултик и снимаем обратите внимание здесь она посажена на такой вот разъемчик вот он просто это сейчас все вытащится вот все в сторону ну что снова куча перемычек тын 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 сейчас ближе покажу видно да та 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 там колесико ну и сам микрик ладненько разбираем дальше разбираем дальше вот смотрите что тут даже стоит кто вот знает что это угадай его и силуэт такой сейчас да как же тебе показать то фокус эй о вот что это что это за беленькая штучка ага так ладно шутки шутками да прибалутками давайте 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 знаешь не открутил то не открутил и тянул кота за хвост кстати болтики все они разные по длине все эти шурупчики какой то длиннее какой то то есть короче поэтому нужно запоминать у качественно у качественных производителей обычно все шурупы болты внутри все они значит одинакового размера во всей этой конструкции скажем разберете какой нибудь в панасонику вы будете просто удивлены что ну внутренняя часть будет там все болты одинаковые там внешняя часть тоже все болты одинаковые либо вообще будет все одинаковые там и там но это как говорится фирма побольше зачем я это сделал не знаю так ладно просто для атмосферы тут всякой кайки нападало вот так 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 штучка выдули заодно все винтики улетели шучу вот оно на месте ну что выпаиваем этот микрик так но тут у нас конечно все через жопу извиняюсь за французский так ну ка где ж ты как обычно куча стеклях еще натыкано вот надо что что будешь делать то с этим видео может и так схватишь о вот он наш микрик и вот мы видим стекляхи тут же как же вам показать то угу так вот он наш микрик вот они стекляхи да правильно показывает а господи да нет же вот он опять я все перепутал вот он вот он ну вообще замечательно здесь никаких нету ни стеклях ничего хотя все так рядом расположено смотрите вот практически друг другу все касается так сейчас я более детально тут рассмотрю угу ну ладно как говорится будем рубить микрики я надеюсь все так микрики разные кстати здесь какая то фирма у левого и правого микрика фирма TTC а у микрика тот который скролл и клавиша у них совершенно другие логотипы вот обратите внимание ТТС вот видно да потом идет другой логотип вот он вот у этого микрика какой-то Бэтмобиль у этого тоже ТТС написано я не смогу поймать вот видно да и у у колесико тоже логотип Бэтмобиль как раз таки по моему ну у нас не Бэтмобиль ну похоже разницы нет все микрики один хрен одинаковый да я к тому что вот казалось бы вот он извиняюсь вот он да такой там навороченный микрик скорее всего это должен быть быть он и и начал и начал так себе вести нехорошо ну ладно все это рассуждение можно делать во время выпаивания рассказывать а я что-то я что-то задумался друзья просто ситуация вспоминаю у старого x7 который вот мы недавно так разбирали и меняли чем-то меняли то колесо меняли да не губки не оплетки не берется о сломали мы контактик сейчас восстанавливать ну да и ладно это не суть страшно в сторону тебе какое тут все какошное даже не царапал даже ничего не делал так загоняем новый микрик новый микрик держу пальцем отсюда подталкиваю смотрим чтоб кнопочка была ближе значит к окончанию мышки чтоб то есть все было одинаково ой с паяльником то не очень все это удобно но уже вот он зеленый видно я думаю ладно сейчас сейчас ну и все 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 вошло по маслу осталось поставить маленькую детальку ну нужно конечно восстановить но это мне надо что я не найду если он вообще еще живой поэтому куда куда она была так до этой дорожки да а эта дорожка у нас точно так же ну ну и хорошо в общем ничего страшного произошло ну такое бывает вот отвалилась ну надо даже не ожидал я малость конечно подставы такое ой что ж я уже ничего 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 вам не видно что я делаю так ну и теперь вот эта вот ножка вот это ножка обратите внимание уважаемые зрители просто те кто решил запустить видео и попить кофе съесть бутерброд от нефиг делать если наш фокус сейчас покажет то мы увидим вот отлично просто отлично так постараюсь показать сейчас вот это ножка вот это ножка видите ближе 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 вот 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 все оторвался кусок платки с припоем просто сам так по себе оп и уплыл но так как это все одна дорожка идет мы сейчас ее сюда законтачим и все будет тип топ так Ливанул, друзья. Можно кинуть проволочку перемычкой. Для любителей мыть платы, конечно, это будет сейчас. Ай-ай-ай, что-то наделал. Как все некрасиво. Ну да, бывает. Бывает и такое. Бывает и сякое. И всякое бывает. Ну и все. Вот никогда так не делайте. Это очень некрасивая пайка сейчас вышла. Все просто очень ужасно. Сейчас я немножечко постараюсь это все подправить, конечно. Но не факт. Но нет у меня спирта никакого. Кстати, кто знает, где достать медицинский спирт в Сибири? Мне для моих нужд очень как бы надо. Для таких вот пригодился. можно, конечно, другое использовать. Что угодно. Но вот как я ее сейчас вымою. Не вымою ее никак. так, ну, тем не менее, кнопка на месте. Давайте я сейчас немножечко ее соберу быстро. Не знаю, надо видео, не надо. Если что, вырежу. Если не вырежу, значит, забыл. Так, смотрите, пружиночка какая-то здесь есть под оптику, чтобы она такая демпфировала. Ха-ха. Надо же. Ну да. Так, ладно. Так, извиняюсь. Так, все поставил. Поставил, поставил. И как я говорил, здесь берем из бумаги шурупчик. Та-та-та-та-та-та-та. А мы везем с собой кота. Ставим все назад. Все на место. Тили-тили-тесто. Ставим все на место. Так. Закручиваем, закручиваем. Это вот микерик, который умер. Можете рассмотреть его поближе. Могу показать фирму. Вот этого микерика на полгода жизни только захватила. ТТС. Фирма. Так вот он выглядит. Причем это жизни такой, я не знаю, серф. То есть я не играюсь там в какие-то мега экшены. Вот. Чтобы там кто-то там игроманы, у них там мышки ломаются. Ясно почему там просто там клик-клик-клик-клик. бешено все время. И то, я думаю, не за полгода, а здесь как-то качество что-ли падает. Либо брачок попался. Но так ладно. Давайте скручивать дальше. Скручивать дальше. Что я хотел-то? Ну да. Точно. тут бы по-хорошему конечно взять бы мне и термоусадку одеть. Но. Но-но-но. Так. Сейчас. Одеваем назад. Назад-назад. Запоминаем естественно как мы как мы что ставили и точно так же точно так же все назад одеваем. Сейчас корпус приедет. Вот он корпус. И казалось бы да. Вот тебе и мышка. Да. У меня несколько мышей X7. Не потому что у меня много компьютеров там или еще чего-то. прижалось где-то. А вот все. Заворот. Поворот. Новый поворот. Такой вот так. Ну ладно. Сейчас накину корпус и проверю. Проверю работу. Если все сразу конечно. кнопочки встали. Все встало. Проверяем. Одеваем. Не оделась. Или это что-то. Так. Все на месте. закручивать не буду. Сейчас я ее проверю. Никогда сразу не закручивайте. Потому что может быть что-то забыли. Человеческий фактор такая роль. Потому что бывает что раз ооо это что-за лишняя запчасть осталась. У любого так бывает. У какой бы он не был мастер дао у мастеров кстати еще чаще бывает такая штука. Ладненько. Кто там уже кофе допил и ждет ждет хэппи-энда и говорит давай уже заканчивай я уже думаю идти завтра мне кексом или или так это все досмотрю. Что тут теперь теперь я пытаюсь попасть в порт USB. Видите да мышка загорелась так сейчас мышка показывает погоду так похоже датчик поставил неровно так что сейчас буду это все переделывать минутку. Так значит да оптический датчик здесь показывает как если он то есть не прижат хорошо и правильно сейчас я его раскрутил на место чуть-чуть поставил и все начало бегать все нормально но кнопочка работает нажимается выделяется все как надо ну все буду закручивать сейчас выключу только я ну процесс закручивания еще раз я показывать не буду поэтому поэтому пауза ну вот и все сборка завершена включаем не хватает мне шнура все работает все как надо режимы переключаются диод я назад не подогнул оставил его там потому что он и так ярко ярко светится так мне видно и нормально значит что еще паечку там я тоже отмыл немножечко ну не понравилось некрасиво чуть было чуток отмыл ну и вот собственно собственно все спасибо за внимание теперь двойного клика нет все хорошо мышь мышь работает для кого-то это дешевка и все такое ну надеюсь было интересно для кого-то было с пользой всем спасибо пока пока да да еще забыл обязательно подписываемся и ставим лайки уууу иначе мышки работать не будут